У вас сейчас тяжёлый период, связанный с деятельностью. Этот период наступил, как я так понимаю, где-то месяца 4-5 назад. До этого было более-менее всё хорошо, хотя всё равно таял бизнес у вас, деятельность таяла постепенно. У вас где-то года три назад было хорошо, как вы развивались. Сейчас идёт потихоньку нарастает тяжёлый период. Он будет длиться ещё, может быть, год, потом станет полегче. Так всегда бывает в жизни человека. Причина тяжёлого периода не заключается в том, чтобы приложить больше усилий, чтобы получить деньги, как люди часто думают. Вот, допустим, если у меня наступил тяжёлый период, значит, я больше должен совершать усилий, чтобы получить деньги. Если, допустим, кота кто-то взял за хвост, это не значит, что кот должен напрячься ещё сильнее, чтобы идти вперёд. Если кота взяли за хвост, он должен поменять поведение. Он должен понять, что он, во-первых, скорее всего, идёт не туда, куда-то, иначе вы его за хвост не брали. И второе, что он должен понять, ну, он должен понять, как относиться к тому, кто взял за хвост тебя, чтобы он отпустил. Когда наступает тяжёлый период, связанный с бизнесом, то этот период не предназначен для того, чтобы напрягаться больше, чтобы заниматься бизнесом. Не для этого он предназначен. Он предназначен для двух вещей. Первое. Вы должны понять, что когда наступает тяжёлый период, связанный с деятельностью, то в это время человек должен улучшать свои качества характера. Если вы работаете с коллективом, то вы должны улучшать качество своего характера так, чтобы люди рядом с вами развивались как личности. Когда идёт тяжёлый период жизни, то надо перестать с болью реагировать на нехватку денег. Вот если человек с болью реагирует на нехватку денег, какая реакция? Брать больше денег. Но в это время человек должен успокоиться сначала. Он должен успокоиться, принять судьбу, что у меня сейчас тяжёлый период жизни. И что в это время надо делать? Нужно работать над собой, учиться по-другому, вести бизнес. Надо начинать с себя, воспитывать в себе хорошие качества характера. Если у тебя есть подчинённые, тогда развивать подчинённых в это время. Допустим, два войска сражаются друг с другом. Одно войско чувствует, что оно проигрывает. И проигрывает жестоко. Мудрый воин, он в этот момент отступит. Так делал Кутузов. Он чувствовал, что нельзя терять людей. Он отступал и ждал изменения судьбы. Когда изменение судьбы наступило, он начал наступать и победил битву. А если бы он шёл дальше сражаться, то всё войско было бы уничтожено. Понимаете, о чём я говорю или нет? Так Наполеон проиграл, хоть он был Наполеоном. Наполеон ни разу не проигрывал в своей жизни. Ни одно сражение он не проиграл. Но он проиграл войну. Как это произошло? Он чувствовал, что он не может вступать сейчас в сражение, потому что теперь судьба не на его стороне. И он отступал так же, как Кутузов. И даже в последнем сражении, которое он уже выиграл, всё равно у него солдат осталось меньше. Ему пришлось отступить вновь. Он выиграл сражение, но русская армия пребывала, а его нет. Понимаете? Он ни разу не проигрывал. Наполеон не может проигрывать, он только выигрывает. Но всю войну он проиграл из этой. Мудрый воин, он никогда не идёт в лоб к судьбе. Он знает, что это проигрышный вариант. Не надо брать кредиты, когда ты имеешь плохую судьбу. В это время нужно отступить. Нужно работать над собой, нужно изучать, как правильно. Нужно учиться молитве, нужно учиться побеждать судьбу. Нужно воспитывать своих подчинённых, нужно создавать сильную команду. И в тот момент, когда пойдёт, а это почувствуется, тогда надо идти вперёд. Но то, что я вам сказал, у вас не вызвало ощущение облегчения. Человек, когда он спрашивает старшего о чём-то, он ждёт ощущения облегчения. От этого. Но старший, когда говорит гуру, переводится тяжёлое слово. Ощущение облегчения не возникает, когда говорит старший. А возникает ощущение истины. Приведу пример. Я жил в ведическом храме, изучал, как правильно вообще жить духовной практикой, заниматься. Я жил год, там было 150 человек. Это монастырь такой большой был. В это время там были трудности с продовольствием. И в это время я уже знал айурведу, и меня спрашивают, как правильно питаться. Я говорил, что пища должна быть маслянистой. Она должна быть приготовлена с любовью, иметь все шесть вкусов и так далее. Я такие вещи людям говорил. И они как бы начали с претензий предъявлять настоятелю монастыря, потому что пища была не маслянистой. Масла не хватало в пище, потому что не хватало денег на масло. Не хватало возможности масло покупать. Ну и бунт нарастал. И во время лекции, одной лекции, сразу несколько человек задали вопрос, прямо во время лекции настоятеля. Когда же будет масло у нас в пище? Настоятель сказал правду. Он улыбнулся и очень по-доброму посмотрел на всех и сказал. Обязательно будет вам масло горящими котлами. Вы знаете, где масло горящими котлами бывает, да? На низших планетах. Да люди не хотят жить в монастыре аскетично. Они попадают в ад просто. Он им сказал правду. Эта правда больше масла в пище не сделала. Но люди успокоились. Они сразу расслабились и начали радоваться тому, что есть. Наступило спокойствие в монастыре, счастье. Видите, гуру означает тяжелый. То есть информация была тяжелая для восприятия. Но оно принесло счастье, облегчение в жизни. Мне вот легче не стало. Так, ой, классно все. А стало сильнее. То есть человек начал понимать, что ему вот так вот надо делать. У него появилось знание. Потому что сам бы он, если себе то же самое сказал, ему бы легче не стало. Потому что у него нет чувства правды. Он не знает, так или сяк. Нет чувства правды, оно всего, всегда идет от знания. Давайте теперь поймем, что такое знание. Что же такое знание? Есть ли вообще знание в этом мире или нет? Знание — это дорога к счастью. Дорога к счастью. Вот если человек встает на эту дорогу, он счастье уже испытывает в это время? Да. Но дорога к счастью соткана из аскез. Поэтому человек чувствует счастье, что это счастье — так жить. Но также он знает, что ему не отвертеться от аскез. Ему придется совершать аскезы. У него другого выхода нет, потому что это дорога к счастью, на которую он встал. Это единственная дорога в жизни нормальная. Все остальные пути плохие. Как же чувствуется дорога к счастью? Она чувствуется через сердце. На сердце радость наступает. Сердце хорошо слушает настоящее знание. Потому что оно приводит к счастью. Человек чувствует счастье уже, когда слушает об этом. И поэтому он готов ради этого отдавать свои силы. Аскезы совершает. Причем внешне знание может выглядеть довольно парадоксально. Вот сегодня на лекции Пашимат-Багава там вообще такое знание было. Там вселенскую форму Бога разбирали. При этом, что у него тысячи чертов, там тысячи пламя из каждого рта изрыгается, там тысячи гневливых глаз, там и так далее. Что это олицетворенное время. Господь может выступать как время, пожирающее этот мир. Но если человек очень искренен, то он почувствует счастье от этого знания. Что есть время, которое разрушает все. Это хорошо. Значит, мы не жители этого мира. Если все здесь разрушается, что мне здесь делать? Значит, я житель другого мира, где все неразрушимо. Есть такой мир тоже, есть духовный мир, где все неразрушимо. Но если человек не хочет принимать знания, он испугается. Ой, жить без мяса, это невозможно. Или невозможно не изменять жене. Я не готов. И так далее. То есть, есть много вариантов страха. Но если человек идет правильной дорогой, то он счастлив всегда. Знание — это путь к счастью. Нет другого знания. Нам преподают математику, физику, геометрию в школе. Это не является в полной степени знанием. Знание — это путь вверх всегда. Когда нам дают горизонтальный путь, вот я изучаю математику, физику, у меня от этого сознание очистилось, нет? Нет, я расширяю свое понимание этого мира просто. Это путь горизонтальный, не вертикальный. Горизонтальный путь не является знанием. Знание — только это вертикальный путь. Если человек что-то узнал, он должен узнать более возвышенное знание теперь, еще более возвышенное. И, наконец, вообще такое знание, которое полностью его очистит от этой материи. Ему не надо будет изучать, сколько чешуек у кобры на шкуре. Не надо будет техническое знание никакое изучать. Он будет изучать только то знание, которое выше и выше и выше его поведет к Богу. Это является истинным знанием. Все остальное — это просто информация для размышлений. Дважды два четыре — это все просто информация. В этом нет знания. Святой человек не обязан знать дважды два четыре или нет. Настоящий духовный учитель не обязан знать геометрию, биологию, физику, химию. Ему надо знать, как человека спасти от его страданий.